Первый день организации школьного питания новой компании из Полевского прошел под бдительным присмотром комиссии. Представители администрации, Думы Верхнесалдинского городского округа, Управление образования проинспектировали столовые образовательных учреждений. Контракт заключили на полгода, посмотрим, приценимся, как говорится. Фирма с большим опытом работы, в принципе, но для нас она новая, поэтому есть определенные опасения. Поэтому, еще раз говорю, контроль, контроль и контроль. К конструктивному диалогу фирма из Полевского готова. В сфере организации питания компания работает пять лет и, кроме Верхней Салды, кормит воспитанников детских садов и учащихся школ городов Полевского, Азбеста, Нижнего Тагила. В проверке я не вижу ничего никогда плохого. Это всегда конструктивные несколько замечаний, которые кажутся правильными с их стороны, мы на них реагируем, как правило. Где-то это просто улучшение и так далее и тому подобное. Поэтому, когда нас проверяют, я этому всегда только рад. Поэтому, в принципе, кроме органов Роспотребнадзора, заказчик может в любой день и ежедневно проверяют. Это брокеражные журналы, все полностью заполняется в соответствии с комиссией. Ну и сами дети, конечно же, в первую очередь. Они голосуют, съели все, значит вкусно. Нет, значит, что-то не нравится. Оценить приготовление блюд решили и проверяющие, и наша съемочная группа. Для каждого возраста свое меню. Но питание должно быть не только сбалансированным, но и вкусным. То есть это меню сегодняшнего дня. Салат из капусты, омлет с картофелем и мясная котлета. Давайте ручку в сторону попробуем. Омлет, конечно же, сейчас холодный. Котлета очень вкусная, горячая. По крайней мере, отрицательных эмоций не вызывает обед. Дима, ты сразу ватрушку с чаем. Ты салат, омлет не кушаешь? Ну, кушаю. А сейчас почему не с них начал? Не захотелось. Как ватрушка на вкус? Вкусная. Я съел салат. Он мне понравился. Он очень вкусный. И там булочка тоже. Она мне тоже понравилась. Вкусная. Ты дома такой ела? Нет. А что там в омлете? Тут омлета, а внутри там еще картошка. Первый раз такое ела. Учащиеся первой, второй, третий и шестой школ еще не раз продегустируют блюда, приготовленные под руководством новой компании, но уже знакомыми ребятам поварами. Персонал школьных столовых устроен на работу в Полевской комбинат общественного питания. По условиям контракта компания также ориентует пищевые блоки в столовых школ, самостоятельно оплачивая использование тепла, воды и электричества. В соответствии с договорными отношениями тех школ, где мы оказываем питание, у нас находится все в аренде. Что касается посуды, инвентаря, хозяйственных средств и так далее, это все наше. То есть мы все привезли, новое все в соответствии с требованиями законодательства. То есть будем себя показывать, реализовывать первые полгода здесь. Соответственно, пищеблок, но я пока не могу точную дать оценку. Я думаю, что при дальнейших обсуждениях, взаимоотношениях, мы готовы инвестировать какие-то средства в модернизацию пищеблоков. Первая проверка, даже несмотря на несъеденные омлеты и салаты, не выявила недостатков. Молодая амбициозная фирма уверенно шагнула на рынок организации школьного питания Верхней Салды. Но главное, как отмечают проверяющие, чтобы прибыль коммерческой организации, коей и является комбинат общественного питания города Полевского, не перевесила чашу весов обеспечения детей качественным и сбалансированным питанием.